По профессии хирург-травматолог, в душе поэт и музыкант. Все это о герое нашего следующего материала Вячеславе Оркине, который стал гостем историко-культурного центра. Там он встретился с учениками 4-го класса Видновской школы номер 2. Сначала ребята узнали о Вячеславе Александровиче как о докторе, который помогал больным с переломами и другими травмами. Активно использовал для лечения аппарат Елизарова. Но не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Так и кандидат медицинских наук, травматолог, заслуженный врач России Вячеслав Оркин однажды начал писать стихи. Многие из них посвящены Великой Отечественной войне, ведь их автор родился после окончания войны, когда отголоски ее еще были очень яркими. Его отец, фронтовик, много рассказывал подрастающему славе о военной жизни. На творческом вечере стихи поэта Вячеслава Оркина читали ребята. А там, в далеком, в 45-м, цвет не остывшего свинца, не улыбается с плаката. Солдат чубат из автомата, похожий на чина отца. Вячеслав Оркин, член объединения имени Шкулева, член Союза писателей России, лауреат Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова, кавалер с золотой есенинской медали, золотое перо Московии. Под его авторством издано несколько книг, в том числе и переводы Геты и Гейны. Встреча, несомненно, стала интересна и полезна юным видновчанам. А тему мы продолжим с нашей гостьей, сотрудником Историко-культурного центра, организатором встречи с поэтом Вячеславом Оркиным Натальей Замариной. Наталья Феликсовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы знакомы были до этой встречи уже с поэтом Вячеславом Оркиным, готовились к этой встрече как организатор. Что вас трогает в его творчестве? И в творчестве, и в самой личности Вячеслава Александровича меня трогают простота, мужественность и, безусловно, одаренность во всем, чем бы этот человек ни занимался. Говорят, он еще и музыкант. Он еще и музыкант. Правда, играть он из скромности отказался нам исполнить что-либо. Но я знаю, что он увлекается и музыкой, и фотографией. И у нас в Историко-культурном центре сейчас хранится коллекция, огромная коллекция его фотоаппаратов, которые он подарил нам. Вот такой широкий жест, щедрый, был сделан. И часть этой коллекции была представлена у нас, чтобы дети могли посмотреть. Детям было интересно, что это не цифровые фотоаппараты, а пленочные. То есть для них это действительно история. Ну, то есть очень широкий спектр интересов у Вячеслава Александровича. И во всех этих интересах проявляется его мощная личность. Готовясь к этому мероприятию, вы использовали довольно интересный прием. Вы дали стихи его для прочтения детям. И на этом мероприятии дети читали его стихи. Как вы выбирали эти стихи? И насколько дети сумели прочувствовать каждое стихотворение? Да, я исходила из тех соображений, чтобы аудитория по возрасту смогла воспринять стихи. Но вы знаете, все, что сделано талантливо, находит отклик в человеческой душе. И детская душа здесь не исключение. Так что я думаю, дети поняли. Поняли и почувствовали торжество момента, скажем так. К сожалению, мы не смогли рассказать обо всем мероприятии. Самый трогательный, на ваш взгляд, момент. Мне кажется, это финал, где звучало стихотворение «Памятник». Там есть такие слова. Я как-то в детстве в сельском сквере увидел памятник простой. Звезда и надпись на фанере облезлой краской золотой. И дети потом хором читали. Но эта надпись была представлена на экране. На экране был подлинный памятник, сельский, простой. И дети хором читали. Вечная слава героям, павшим в борьбе за освобождение Родины. И когда я предложила им встать в минуте молчания, это была действительно минута молчания. Драгоценная минута. Мне кажется, это самый трогательный момент нашей встречи. То есть я понимаю, что это мероприятие два в одном было. И встреча с поэтом, и в то же время приуроченная к Дню Великой Победы. Конечно. Посвящение майским дням, самому главному празднику нашего народа, Дню народа, Дню Победы было посвящено это мероприятие. Спасибо вам большое за интересную беседу. А я напомню, что о творчестве нашего земляка, поэта Вячеслава Оркина, мы беседовали с сотрудником историко-культурного центра, организатором встречи с поэтом Натальей Замариной. Продолжение следует...